Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в сегодняшнем видео делаем абсолютно честный обзор на Батчат Аванир. Главная награда грядущего кланового ивента. Коллекционная легкая тачка 9 уровня, которую можно будет продать, насколько я знаю, за 5000 голды. Короче говоря, любителям золота будет что продать и пополнить свою золотую копилку, а любителям танков будет что поставить себе в ангар. Для того, чтобы забрать машину, вам необходимо находиться в составе успешного клана. Почему так? Потому что за выполнение ежедневных, еженедельных клановых боевых задач, ваших личных, вы будете получать такую игровую валюту, как клановые билеты. Ну и плюс к тому, за каждый уровень из 10, который будет проходить ваш клан, вы дополнительно будете получать еще клановых билетов. Плюс к тому, вы будете получать дополнительные клановые билеты за победы, которые будете совершать в составе взвода со своими соклановцами. Короче говоря, без клана забрать данную тачку не получится абсолютно. Что еще из важного? Игровое событие стартует у нас, ребят, 6 мая. Так что в понедельник будьте готовы ринуться в бой для того, чтобы забрать себе данную машину. Кроме того, стоит отметить, что по пока не проверенной информации, скорее всего, будет возможность забрать себе не только вот этого красавца, но и плюс к тому, машины из предыдущих клановых ивентов, а именно, Waffentragen Reader и 50TP прототип. Поэтому мне кажется, что попотеть ради такого дела действительно стоит. Что вам стоит еще отметить? Стоит отметить то, что забрать данную машину вы сможете за билеты, когда она появится вот здесь, в игровом магазине. Ну и плюс к тому, там же в игровом магазине за реальные деньги можно будет докупать эти билеты. По поводу докупания билетов за голду пока неизвестно, но я думаю, что разработчики это тоже добавят. С чем можно сравнить бачата? Ну сейчас к этому вопросу мы вернемся. А для начала, для тех, кому эта информация интересна. Если она вам не интересна, просто пропустите этот момент в видео и не пишите гневных комментариев. Вас никто не заставляет в чем-либо участвовать. Информация, повторюсь еще раз, для тех, кто голосовал за то, что он готов сделать финансовое вложение в развитие канала, получив таким образом место в скрытом клане, который я уже в принципе создал. И на данный момент, ребят, там уже зарезервировано 26 мест за неполные 19 часов. Если вам это интересно, поторопитесь, потому что мест становится все меньше и меньше, а клановый ивент все ближе и ближе. Как это сделать? Переходите у меня на канале в закладку сообщества, видите верхнее сообщение и здесь подробная инструкция, что необходимо сделать. В частности, необходимо через вот эту ссылку отправить свою заявку в клан, указав свой игровой никнейм на Евросервере. Ну и обязательно у себя в настройках игры отключить вскрытие сообщений от тех, кто не находится в ваших друзьях. Короче говоря, активируйте возможность получать сообщения не только от тех, кто в друзьях у вас добавлен. После того, как вы это сделаете, я буду иметь возможность связаться с вами в игре и мы с вами все обсудим, а место за вами будет зарезервировано. Отправляйте свои заявки, если вам это интересно, я их только рад буду обработать. Ну и данный клан будет уже восьмым кланом в составе альянса кланов ГСН. Предыдущие семь кланов были абсолютно бесплатными, туда было набрано 343 человека, которые ни гроша мне не платили. И ребята абсолютно разные в отношении уровня того, насколько они хорошо играют, их игровой статистики и подобных вещей. Короче говоря, брали полностью всех и все эти кланы являются успешными и все недели закрывают с легкостью. Что касаемо сравнения нашего Бачата с тем, с кем его можно сравнивать. Одни говорят, что его необходимо сравнивать с десяткой, с Бачатом 25Т, который находится на десятом уровне в ветке исследования французских легких танков. Но я с этим не согласен по одной простой причине, потому что похожи они исключительно внешне. К этому вопросу мы вернемся, когда вернемся обратно в ангар. В отношении ТТХ я бы сказал, что он больше приближен к Бачату 9 уровня, но все-таки является апнутым. Поэтому в целом можно сказать, что Аванир действительно удался. Он лучше, нежели его проходная версия. Здесь в таблице это не настолько хорошо отражено. Покажу сейчас в ангаре, но даже здесь в таблице видно, что ДПМчик типа чуть-чуть больше, но поверьте мне он существенно выше. В отношении перезарядки типа похуже, но в то же время я бы сказал, что здесь в таблице почему-то криво отображается информация. А вот если сравнивать его с Десяткой, то он типа совсем ниже Плинтуса упал, потому что и ДПМ существенно ниже, и пробитие ниже, и Альфа меньше. Короче говоря, во всех отношениях типа танк получается хуже. Ну в чем он действительно вроде бы хуже, это в скорости 62 км в час вперед и 18 назад. При том, что у проходных версий 65 вперед и 20 и 23 у Десятки, соответственно, заднего хода. Но в целом я, поиграв, не почувствовал какой-то принципиальной разницы. В отношении доходности, доходность неизвестна, но эта коллекционка, я думаю, что там даже если есть какой-то повышенный процент по доходности, то вы этого своей серебряной копилкой однозначно не ощутите. В отношении внешности, то что говорил, как вы видите, наш бачатик взят действительно с Десятки. То есть это тупо два одинаковых танчика, просто взяли Десятку и опустили ее на Девятый уровень. В отношении бачата девятого уровня, ну прям совсем разные машины, поэтому, да, где-то какие-то очертания есть, но все-таки совсем не то. Поэтому внешность, да, действительно у нашего героя была взята именно от Десятки. Ну а в отношении технических характеристик по танку, здесь очень-таки даже интересно. Если вы посмотрите на орудие, то здесь вы увидите, что время сведения, допустим, составляет 3,6 секунды, что в целом для машины является привычным показателем. То же самое и касаемо разброса. А вот в отношении остальных ТТХ, здесь разработчики не кисло поигрались. В отношении урона в минуту 2631. Если мы возьмем, допустим, танк Десятого уровня, но с орудием от Девятки, то этот показатель будет составлять 3000. То есть получается у нашего бачата орудие по ДПМу хуже, нежели у проходной Десятки базовое орудие. Если мы говорим о топовом орудии, то там 2800 с копейками. Тоже получается данный показатель хуже. Но если сравнивать наше орудие Авенера с орудием Девятого уровня, то там, ребят, мы имеем 2550. То есть здесь реальный ап, где-то в районе 100 единиц. В отношении времени перезарядки магазина. Если здесь у нас магазин перезаряжается 16,5 секунд, то у Девятки нашей проходной она составляет 16 секунд. Вот эта цифра. И в целом я бы сказал, что здесь, да, типа полсекунды разница, но поверьте, тоже неощутимо. Ну и в отношении времени перезарядки снарядов между собой в магазине. Вот здесь уже интересно. У проходной Девятки 2,8, здесь у нас 2,4, что я лично считаю неплохой прибавкой. И это действительно практически полсекунды ко времени перезарядки. А все мы знаем, что на барабанных машинах это решает и очень-таки даже часто. В отношении проходной версии Десятого уровня, там у нас цифра 2,5, но либо 2,8, в зависимости от того, что вы поставите. Таким образом получается, что у Ауэнера время перезарядки снарядов между собой в магазине лучше, чем у проходной версии как Девятого, так и Десятого уровня, вне зависимости от того, какое орудие вы возьмете. Что можно сказать в отношении урона? 310 единиц. Да, далеко от 350 единиц у топового орудия Десятки, но в то же время выше, чем у предтопового, то есть базового орудия Десятого уровня. И в отношении нашего Девятого проходного уровня там тоже 310. Поэтому в отношении Альфы я бы сказал, что то же самое, что на проходной Девятке. Короче говоря, можно долго ковыряться в цифрах, но я для себя понимаю, что разработчики этой машиной пытались занять нишу, находящуюся между топовой машиной, Десятым уровнем, ну и соответственно лучше, нежели Девятка. И здесь, мне кажется, они абсолютно не прогадали, потому что в принципе таким и должен быть Ауэнер. Он не должен быть круче, нежели Десятка, и уж тем более не должен быть Десяткой по своим возможностям и техническим характеристикам, потому что зачем тогда Десятый уровень? Ну и он, понятное дело, должен быть лучше, и он есть лучше по всем ТТХ, чем проходная версия на Девятом уровне, которая еще и внешне полностью отвлечается. Можно много говорить о Ауэнере, но по-моему лучше взять его и просто поехать в бой, чем в принципе сейчас и займемся. Ну что, ребят, поехали. Мне, честно говоря, всегда очень сложно делать обзоры на легкие танки. Это связано с тем, что я не являюсь профессиональным танкистом настолько, чтобы иметь возможность реализовать весь потенциал легкого танка, ну и соответственно показать его во всей красе. Я больше люблю тяжелые танки, либо ПТшки, люблю спокойный геймплей, не люблю носиться по всей карте. Ну, короче говоря, Батчат не совсем та тачка, которая мне лично заходит, я говорю по проходному. Этот малыш мне, в принципе, понравился. Что-то в нем есть, на нем можно пофаниться, на нем можно погонять, на нем можно бодро поотстреливать. Стоит отметить, что нашего Ауэнера разработчики не обделили хпшкой, а даже добавили. Если округлять, то 1750 хп, тогда, когда у проходной версии 1696. Ну, окей, пускай 1700, но так или иначе, на какую-то там полсоточки по хп нам здесь везет немножко больше. Понятное дело, что не дотягивает по хп до десятки, у которой 1800, но опять-таки 1750-1800, те же самые полсотни разница. Короче говоря, и в этом показателе разработчики решили занять среднее, что-то между девяткой и десяткой. Короче говоря, во всех отношениях получается что-то среднее по времени сведения. Не могу сказать, что мне комфортно играть с таким временем сведения, потому что после вот этого бешеного драйва, где-то по карте, пользуясь существенной подвижностью машины, ты вынужден остановиться и ждать, пока твое орудие сведется. Это не очень комфортно и в основном лично мне доставляет ряд неудобств. Ну, давай. Блин. Есть. Выцелил таки. Вообще не видел, честно говоря, куда стреляю. Вроде бы и подсвеченный был, вроде бы все хорошо, но в то же время ни черта не видно. Еще один фраг на моем счету. Пока все приятно, пока все классно, да еще и команда показывает себя довольно успешно. Поехали дальше. Пока перезаряжаемся, как обычно, играя на любых барабанных танках. Чему посвятить это время? Правильно. Смену места дислокации. Едем, ну и начинаем разряжаться. Не получился выстрел абсолютно. Попытаемся сюда отработать. Ну и здесь, я думаю, я должен уж точно вытянуть. Есть третий фраг. Ну и остался один соперник, которого сейчас будут цыгане бить толпою. К сожалению, это судьба каждого, кто остается последним выжившим против большого количества соперников. Не имею смысла, мне кажется, сейчас пытаться нашего пилота подлечить. По-моему, проще разрядиться и сделать четвертый фраг. Хорош ли Аванер? Да, безусловно, хорош. И тем, что он лучше, нежели девятка проходная, он уже гораздо лучше, чем разработчики могли бы его сделать. Я имею в виду, что могли тогда что-то и похуже. Что мне понравилось? Когда ты попадаешь в бой на Аванере против восьмерок, ну ты действительно классно разрываешь. Вопросов нет. Когда ты попадаешь в бой против девяток, то ты можешь нормально играть и можешь нормально сопротивляться. Причем ты можешь нормально сопротивляться, порой даже против доброго количества десяток. Поэтому, в принципе, сравнивая с проходной версией, безусловно, на голову лучше. Но до десятки однозначно не дотягивает, с которой его постоянно сравнивают. Первое место в команде по урону. И я считаю, что это классно, приятно и интересно. Особенно с учетом того, что я не умею играть на легких танках. Я об этом сказал сразу. Ну а во-вторых, с учетом того, что я не был посвящен полностью самому бою. А, наверное, больше был посвящен тому, чтобы рассказать вам о своих ощущениях от данной машины. Короче говоря. По-моему, вопрос в отношении того, стоит ли его брать, не стоит вообще. По одной простой причине. Потому что никто с вас ничего не просит для получения данной машины. Вы просто должны состоять в успешном клане. И просто выполнять клановые боевые задачи. Ну а с этим, мне кажется, справится любой танкист, у которого есть цель. А цель простая. Получить себе коллекционную девятку. Либо возможность продать ее за ненадобностью, получив 5000 голды к себе в копилку. Вот так вот, ребята, получается. Халява близится. Надо только к ней подготовиться. Я побежал снимать следующее видео специально для вас. А вам желаю найти себе успешный клан. Или в своем клане сделать его успешным. И, соответственно, забрать себе все возможные награды. Кстати, разработчики сказали, что, скорее всего, будет не только возможность забрать машину за эти билеты. А для тех ребят, у кого не будет желания сам танк себе забирать, забрать другие ценные призы. Что это будет? Посмотрим. Стартанет ивент. И вы сразу увидите от меня видос с разбором всего, что будет в нашей игре в отношении данного ивентика. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока.